В США опубликовали полную версию отчёта Роберта Мюллера о предполагаемых связях Дональда Трампа с Москвой. В документе 400 страниц. За два часа до публикации генеральный прокурор США Уильям Барр выступил на пресс-конференции. Он ещё раз сообщил, что, согласно документу, ни президент, ни члены его избирательного штаба не сотрудничали с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. «После почти двухлетнего расследования, тысяч повесток, сотен ордеров и допросов, специальный советник подтвердил, что российское правительство финансировало усилия по незаконному вмешательству в президентские выборы 2016 года. Однако он не обнаружил, что предвыборный штаб Трампа или другие американцы поддерживали эти усилия». Доклад стал результатом 22 месяцев расследования. За это время различные обвинения выдвинули 34 гражданам, включая шестерых, из ближайшего окружения Дональда Трампа. Однако никто из них не был обвинён в сговоре с Кремлём. При этом заочно обвинения предъявили 12 гражданам России, которых считают сотрудниками российской разведки, а также 13 сотрудникам так называемой фабрики троллей, которых обвиняют во вмешательстве в выборы. Россия все обвинения отвергает. Лидеры демократической партии остались недовольны. Они уже пообещали вызвать Роберта Мюллера в Конгресс для дачи показаний. Сам президент опубликовал у себя на странице в Твиттер картинку в стиле «Игры престолов». На ней написано, цитата, «никакого сговора, никакого препятствования правосудию. Для недоброжелателей и левых радикалов среди демократов игра окончена». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова